Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Давайте обратим сразу же внимание на этот удивительно важный вопрос, каким был озадачен этот юноша. Не просто жизнь земная, а что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь, потому что на земле-то человек вечно жить не может, сколько бы у него не было богатства. И вот Господь наш, Иисус Христос, отвечает этому юноше. Разве ты не знаешь заповедей? Не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не кради, почитай отца и мать твою. И вот на этом мне хотелось бы обратить, дорогие братья и сестры, ваше особое сегодня внимание. Почему Христос говорит только о заповедях? Касающихся отношения человека к человеку. Почему он не поставил на первое место в разговоре с этим юношей заповедь первую о любви к Богу? Потому что человек, который одержим стяжательством, он о Боге думает очень мало. Он думает о чем? О наслаждении. А о чем думает молодой человек? О всевозможных наслаждениях тела, плоти, удовольствиях и прочих и прочих наслаждениях телесных, о которых Христос, и обращаясь именно к этому человеку, говорит, не прелюбодействует. И давайте посмотрим, на что дьявол бьет сегодня в сердца нашей молодежи. Именно на блуд, на разврат. И если мы посмотрим на телевидение, а уж тем более в интернет-пространстве, на что обращает внимание молодежная среда? На жизнь по плоти, по законам вожделений. Вот почему Христос для молодежи, говорит, ты еще и Бога-то не знаешь, но не прелюбодействуй, не живи скверно, не блуди, не развратничай, потому что после этого ты убиваешь свою душу, убиваешь свою жизнь, убиваешь свою будущую семью. Сколько уже исследований проведено на эту тему, что человек, который начинает раннюю половую жизнь, уже не способен к полноценной жизни в своей жизни семейной. Вот почему и женщинам, и девушкам, и юношам особенно, Господь напоминает сегодня, что воздерживай себя от вожделений плоти, хотя это очень трудно в твоем возрасте, потому-то не прелюбодействуй, разве ты не знаешь, если все-таки хочешь спастись? Не воруй, потому что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно не просто работать. Зачем сегодня работать? Сегодня можно приобретать деньги различными путями, различными, даже, может быть, неблагочестивыми, а потому не воруй, говорит Христос юноша. Это слово ко всей юности. Не лжесвидетельствуй, сколько обмана в среде молодых людей. Ему сказать неправду это ничего не стоит. Друг друга обмануть ни о чем. А Христос говорит, не лжесвидетельствуй, не говори на ближнего твоего свидетельства ложного. Вы посмотрите, что творится в социальных сетях. Друг друга всевозможно поносят люди. Сколько скверны, сколько осуждений, сколько клеветы. Вот почему Христос напоминает, и церковь сегодня возглашает его слово. Не лжесвидетельствуйте, не говорите неправды люди друг другу. Почитайте родителей. Вот почему Господь как будто поднимает к пятой заповеди, и наконец говорит, если ты будешь слушать отца твоего и мать, то тебе будет благо. Они наставят тебя, они избавят тебя от твоего блудного падения. Они постараются посоветовать и помочь тебе, чтобы ты не воровал, чтобы ты не обманывал. Они скажут, не ври. И никто не может сказать среди друзей, а отец и мать скажут, ты соврал. Ты сказал неправду, не смей больше так делать, слушай родителей, и будешь иметь жизнь вечную. Но современная молодежь не слышит Господа, не слышит голос своих родителей. Они хотят наслаждаться, они хотят брать от жизни все, никого не слушать, если для этого нужно украсть. Почему нет? Если для этого нужно обмануть, что является от этого воздержанием? Я приведу вам буквально два примера, дорогие братья и сестры, которые приводят в одном замечательном толковании на заповеди Божии святитель Николай Сербский. Он привел примеры о двух дочерях, которые жили в городе Беруте, в Персии, которые вот так росли. Всего хотелось, ни от чего не останавливались. А отец всякий раз говорил, не делайте этого, дочери мои, не делайте, вот этого нельзя. И вот они так уже его возненавидели за то, что он постоянно норовоучает этих молодых девиц, то нельзя, это нельзя, тут не трожь, там не обмани, подумаешь, праведный нашелся. А отец-то все равно наставляет в истинной жизни, он-то знает. Он и сам прожил жизнь не без греха, а потому хочет остановить своих детей от пути греховного. И вот они так вознелюбили отца своего, что видели в нем уже голос обличающих их совесть. И они задумали отравить своего отца. Они купили, представляете, купили яд и решили, куда бы его удобнее подложить, и решили налить этот яд в его утренний стакан чая. Представляете, как нужно провести ночь перед тем, как утром отцу, подарившему жизнь двум дочерям, налить в стакан чаю яд. И они его наливают утром и приносят отцу. А когда они еще об этом советовались, отец стал случайным свидетелем этого разговора и услышал, что хотели сделать дочери. И он это знал. И вот когда они принесли ему этот стакан, он посмотрел на них так, по-доброму, и сказал, вы хотите, чтобы я ушел? Я уйду сам. Но не введу вас в грех. Я встану и уйду. Он встал, он прокинул стакан и ушел из дома навсегда. И еще один пример. Когда в одном городе жил отец и всю свою жизнь, как он говорил, посвящал детям. У него было трое сыновей. Росли хорошие, веселые мальчишки. Ничего, казалось бы, не предвещало в будущей жизни грозного и непристойного. Но они возрастали. А отец, не покладая рук, работал, трудился, трудился, ему и молиться-то было некогда. И в храм ходить было некогда. И вот его спросили, почему ты в храм не ходишь? Да мне некогда. Я же хочу детям-то жизнь устроить. Чтобы они жили не так, как я, в бедности, в скудости. Я прожил, я знаю, что такое голод, я знаю, что такое холод. Я хочу все сделать для того, чтобы мои же дети этого не знали. И он действительно очень много работал. А кто много трудится, тот приобретает. И он приобрел достаточное количество богатства, наследства. И дальше, продолжая трудиться, обеспечивая безбедную старость своим детям, он увидел, как дети его начинали потихонечку лениться. А зачем им работать, когда пашет отец? Его плодами трудов и его рук можно пользоваться детям без труда. Они стали дольше спать, меньше трудиться, меньше молиться. Они стали просто расходовать заработанные отцом средством. Если перенести это на современную молодежь, ее можно было бы назвать золотой. Когда они ничего не делают, палец о палец не ударяют, ни больного не перевяжут, ни одной табуретки не сбил, ни еще ничего хорошего не содержат. Но у него уже у папы много денег и они уже, пожалуйста, по Москве летают, гуляют, веселятся, наслаждаются жизнью. Я уж не говорю там о заграничных поездках, там совсем другая жизнь, там совсем по-другому живут. Это что, те, которые заработали на такую жизнь? Нет. Это те, которые пользуются трудами рук своих родителей и не ценят этого. И вот этот отец работал и работал, продолжал, продолжал и умер. И вот святитель Николай, рассказывая об этом удивительном примере, говорит, и вот этот человек через какое-то время уже, будучи в вечном мире, стал просить Господа, Господи, я хочу посмотреть, как живут мои дети. Господи, я грешный человек, но дай мне возможность посмотреть, прийти и увидеть, ведь я всю жизнь свою посвятил своим трём сыновьям. И Бог исполняет его просьбу. И он был и явился в такую возможность увидеть, что творят его дети. Он пришёл в свой дом, описывает святитель Николай, как он увидел знакомые ворота, постучался, открыл какой-то незнакомый человек. и тот спрашивал меня, а где мои дети, где три юноши, которые жили в этом доме? Он говорит, нет, этот дом уже давно продан, причём продан он на торгах. Как на торгах? Ведь он увидел это то, что он всю жизнь строил. А где те, которые здесь жили, трое юноши? А да они уже давно на каторге сидят. На каторге удивился этот отец. И тогда пошёл он по этому городу. И всех, кого встречал, взрослых людей говорил, никогда не оставляйте наследство своим детям, никогда не оставляйте им наработанного нажитого богатства, раздайте их бедным, уделите на нужды Церкви Христовой, а лучше для детей оставьте возможность овладения ремеслом рук их, чтобы они умели зарабатывать себе на жизнь, а не пользоваться заработанное их родителями. А потому и говорил, учите детей работать, трудиться, чтобы они не были лентяями. А что происходит сейчас? Работать так никто не хочет. Все хотят пользоваться. И вот этот удивительный пример, который приводит святитель Николай Сербский, я привёл сегодня не случайно, дорогие братья и сестры, для того, чтобы каждый из нас понял, что воспитывая своих детей, мы должны не просто работать, для того, чтобы у них было потом всё после нас, а мы должны научить их трудиться. Причём в труд мы должны не просто вкладывать возможность существования и прожиточного минимума, нет. В работе нужно искать наслаждение, радость. Вот ты сделал табуретку, посмотри, ты сам сел. Я не знаю, кто когда наверняка работал, особенно вот, слава Богу, у нас много мужчин в храме, вот что-то выстругал, что-то выточил. Такая радость, ты держишь в руках то, что ты сделал сам. Ты что-то сшил, ты что-то смастерил, ты что-то покрасил, ты сделал ремонт, ты наклеил обои, это сделали за тебя, может быть, мигранты, но ты это сделал сам и радуешься то, что ты это сделал. Если бы ты делал это и вспоминал, а сколько это будет стоить, этот труд не принес бы тебе радости. Вот тогда, когда мы работаем и получаем от него радость, а значит мы должны то, что мы беремся делать, должны делать с молитвой, как сказано в Священном Писании, все, что не творите, едите ли, пиете ли, или и на что творите, все творите во славу Божию, если Господи во славу Твою, вот пусть будет там этот ремонт, пусть будет эта табуретка, может кто-то сядет, кому-то подарю, пусть то, что сшил или сшила, пусть то, что стряпал или приготовил, пусть домашним моим сегодня приготовленная пища, скажет хозяйка, будет во славу Божию и во здравии души. Вот молитесь так перед кастрюлей, Господи, делаю с любовью, салатик порезала, петрушечку, картошечку, посолила по вкусу, ох, как вкусно, самой нравится, Господи, да будет это все во здравии всем тем, кто это сегодня съест. Буде имя Господне, благословенно отныне, да тебе же это вот стояние на кухне не будет мукой, тебе это будет радостью, точно так это бесконечная посуда, Господи, да я же чистоту навожу, я же хочу, чтобы Ты, который везде и вся исполняй был в доме моем, который Ты дал мне детей, мужа или там мужа, детей, я хочу, чтобы все было порядочком, это мой женский долг матери, жены, любящей подруги, я должна это все сама сделать с любовью, не бить, не толкать, не кидать, надоело все, сколько можно там за вами это все, тогда этот труд не принесет ни пользы, ни радости, а тем больше, ты будешь сюда, вот если бы ты нанял кого-то, вот эта каждая тарелка, сколько бы тебе стоило, такой труд будет тебе еще и в осуждении, вот потому, дорогие, сегодня вспоминая о том, чему нас с вами родители учили, давайте вспомним, что и мы родители, давайте учить детей трудиться, не пахать, работать, не похладая рук, чтобы у них все было хорошо, не будет у них хорошо, если мы с вами заработаем, они этим просто будут пользоваться, пусть научатся сваркой пользоваться, пусть научатся пилить, рубанок в руках держать, Иисус Христос маленьким мальчиком, он помогал древоделу отцу Иосифа, он пилил, он строгал, у него на пальчиках и на ручках мозоли были, от молоточка, от рубаночка, он показывает нам пример, и они не думали, сколько это будет стоить, не все измеряется в деньгах православные, а мы сегодня как бы в эту воронку попали, все в деньги, все в доходы, все в прибыль, а мы что-то должны делать во славу Бога, для радости души и для наслаждения духовного, которое приносит человеку то, что он делал, он посмотрел, слушай, четыре часа делал, как миг пролетело, почему? Потому что делал это с радостью, вот наверняка каждый из нас помнит это минуты радости, когда пролетела такая трудная работа, потому что тебе это нравилось, сделайте и учите детей с радостью выполнять свою работу, а не с повинности, мама сказала, не хочется делать, ну подойдите к тем возможным примерам, возможным собственным как бы участием, трудом, разъяснением, внуши детям, что радость можно получать от того, что ты делаешь, вот потому-то, дорогие, закончить мне хотелось бы тем, о чем хотелось бы напомнить, если ты сын подрос, никогда своими умениями и знаниями не кичись и не возносись перед престарелым отцом, почему? Потому что его любовь к тебе гораздо больше стоит, чем все твои знания и приобретенные умения, дочь молодая и красивая, никогда не кичись и не гордись своей красотой перед сгорбленной матерью, почему? Потому что ее сердце гораздо красивее твоей красоты лица, давайте передадим детям красоту нашего сердца, нашу любовь к ним, что если мы будем воспитывать детей с любовью, они обязательно будут счастливы. Я желаю всем вам этой радости, счастья в любви к детям и друг к другу. Вот эту любовь сегодня показали нам родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария. Вот это был плод любви. Они научили его молиться, они научили его трудиться, они научили его заботиться о своих престарелых родителях. И пока он не досмотрел их, не похоронил, не закрыл глаза своим отцу и матери, не бросил. вот я желаю, чтобы мы с вами были достойны таких детей и такой радостной возможности перехода в вечность после того, когда мы много потрудились, не что-то им купить или оставить из материальных средств, а научить, пока мы еще живы, трудиться, спасаться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот тогда и мы с вами не напрасно проживем нашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok